Имеется решение Международного суда ООН, которое является основой международного правосудия. Мы должны выразить не только уважение, но и потребовать выполнения решения суда. К сожалению, мы стали свидетелями продолжения военных действий со стороны Израиля. Кроме того, Хамас запускает ракеты по Израилю, поэтому обе стороны не соблюдают решение суда. К сожалению, сегодня утром в результате нападения в лагере беженцев погибло более 30 человек. Перед нами дилемма, как международное сообщество может обеспечить выполнение решения Международного суда ООН. За последние дни произошло много событий. В частности, прокурор Международного уголовного суда направил в суд ордера на арест Бениамина Нетаньяху и Йоава Галланта, а также трёх лидеров Хамас. Это важное решение прокурора, и мы должны уважать работу Международного уголовного суда. Мы должны уважать работу этого учреждения и позволить принимать решения без запугивания. Но, к сожалению, это не так. Прокуроры суд были запуганы и обвинены в антисемитизме. Я думаю, это обвинение в антисемитизме против прокурора Международного уголовного суда совершенно неприемлемо. Слово «антисемит» слишком тяжёлое, чтобы использовать его в подобных случаях.